Сдамы и друзья, рады витаты, если кто разом с нами, у всех кто еще не получился до паралитов всего видео, моим имя Юрий Бибик и пан Ростислав Мурзагулов, земной политэкнолог, рады вас бачить и рады витаты. Здравствуйте, Ростислав. Друзья, витаю. Спасибо огромное, что вы с нами. Давайте начнем с топ-события дня сегодняшнего. Речь, конечно же, идет о дебатах Трамп-Байден, Байден-Трамп, кандидатов в президенты, и что, собственно, пишет пресса по этому поводу. Большинство американцев против избрания президента США и Байдена, и Трампа, сообщает Нью-Йорк Таймс. 61% респондентов заявил, что демократическая партия должна была выдвинуть другого кандидата. 54% высказали за другого кандидата от республиканской партии. В то же время 77% респондентов заявили, что намерены посмотреть дебаты, а 19% заявили, что не будут их смотреть. Ну, во-первых, у вас какие ожидания, Ростислав? Во-вторых, о чем говорит вот эта статья, когда люди против, по сути, существующих кандидатов в президенты? Ну, демократия в Америке своеобразна, это, в общем-то, давно всем известно. То есть она вроде есть, но на самом деле выбирают они из тех двоих, которых они не хотят, ни одного, ни другого. Вот, и, собственно, это было много раз, и все, наверное, помнят историю, вот эту вот, которая называлась Бор и Гуш. Вот, это когда конкурировали Буш и Гор, а их, соответственно, переставили немножко словами-стами, буквы точнее, и получилась скукота и, там, это самое, безнадега типа такого. Вот, значит, эти вот компании, когда американцы разделились ровно пополам, потому что им тоже было вот вообще все равно один или другой, потому что слишком одинаковые. И слишком мало разницы вообще между двумя классическими основными партиями в Америке. Это такой вот американский элитаризм, понимаете. Грубо говоря, ну, давайте честно расскажем нашей аудитории, что в Америке президент выбирает не население, а выбирает те 300 семей, которые влияют непосредственно на процесс выдвижения кандидатов в двух партиях. Да, они могут уступить одна другой, как бы, примерно в 50% случаев, в итоге так примерно оно и бывает. Но в любом случае все равно все будут с оглядкой на оставшиеся, на проигравшие, там, условно, 150 семей действовать, потому что все понимают, что на следующих выборах они возьмут реванш. И это такой, как бы, такой танец-вальс или танго, если хотите, когда эти друг друга, может, и недолюбливают партнеры, да. Вот, но, соответственно, как бы танцуют. Вот, поэтому это продолжение этого танца, хорошо это или плохо, я не знаю. Это просто констатация. Дело в том, что в мире вообще достаточно мало еще пока систем, где вот многое зависит от населения. И там, где многое зависит от населения, там могут быть сюрпризы. Где-то могут хорошего парня, молодого актера выбрать президентом, да. Напоминает вам что-нибудь такая история. Вот, где-то может мэр там оказаться бывшим, ну, вот, комедиантом тоже, да. Или где-то может проскочить какой-нибудь, ну, вот такой забавный парень, как в Аргентине, да, сейчас. Это там, где вот действительно какие-то сбои дает вот эта старая индустриальная система, которая, на самом деле, последние лет сто вот решала все за всех. Вот этот вот элитаризм, он был прям топовым на этапе 70-е, 80-е, 90-е. Там совсем нечего было ему возразить. А сейчас возражения, слава богу, поступают. Это, как бы, называется информационная эра, когда, как бы, информация протекает. Соответственно, люди уже больше знают о том, что им подсовывается. И, соответственно, в Америке это тоже выльется в какой-то, понимаете, негатив в адрес вот этой системы. Это уже прорывалось отчасти. Вот тогда, когда, например, громить вышли американцы как бы за Трампа, Вашингтон и Нью-Йорк, да, на самом деле они подсознательно это сделали по другой причине. Они это делали потому, что им просто вот немножко надоела эта система. Когда все однообразно, когда все предсказуемо, когда нет реально возможности ни у какого человека прорваться в политику, иначе как вот через это сито вот этих вот 300 семей. И поэтому вот с большим интересом ждем, что будет дальше в Америке. В этом смысле от Америки по-прежнему очень многое зависит в мире, потому что это самая богатая, самая влиятельная страна. И поэтому вот если вот как бы цинично говорить, вот для Украины и для мира будущего, да, уж лучше пусть там все будет вот пока, пока вот здесь все не закончится, пусть там все пока побудет скучно. Потому что когда там начнется веселье, оно там начнется, как и везде, собственно, там хлынет на улице недовольство вот этим вот, и эти 300 семей будут изворачиваться и придумать какую-то новую систему, и делать вид, что там 10 партий выдвигают кандидатов, и в бюллетене будет не двое. Значит, соответственно, вот это пусть будет потом. Потому что сейчас нам с вами предсказуемость нужна, потому что мы знаем, что ожидать от обоих. Мы знаем, что оба не откажут цивилизованному миру в помощи в борьбе с путинизмом. Как вы считаете, Украина в рамках этих дебатов будет звучать? И кто возьмет для себя эту тему? Или, возможно, два кандидата будут каким-то образом артикулировать? Ну, смотрите, тема эта не будет основной, поскольку, ну, есть термин электоральная усталость. Нравится нам с вами это или нет, нам, понятно, с вами это не нравится. Но этот термин, к сожалению, действует сегодня по отношению к Украине во всем мире. Вот я живу в Европе, очень много по Европе перемещаюсь и общаюсь с европейцами, и вынужден констатировать, что в Европе усталость от темы войны, темы Украины очень большая. Когда я в очередной раз возвращаюсь с Лидии фронта, и рассказываю о том, что я там видел, на меня выпучивают глаза и говорят, «Нет, погоди, так там вроде все утихло, в новостях же ничего нет». Я говорю, нет, ребят, там ничего не утихло. А в новостях ничего нет, потому что вы не хотите этого смотреть. И, соответственно, примерно то же самое происходит и в Америке. Америка чуть более политизирована, чем та часть Европы, скажем, в которой я живу, вот более южная часть, да. Но при этом все же там есть вот этот огромный Дамфакистан посередине, да, между большими городами, которые голосуют за Трампа. Поэтому для Трампа тема Украины, если и будет звучать, то она, опять-таки, пугаться этого не надо, это вообще не важно, что он там говорит, это только для электората. Он будет говорить что-нибудь про то, что он не даст потратить впустую американские деньги, о том, что война должна быть закончена, она бессмысленная. Вот какие-то подобные вещи он будет говорить. Может быть, опять он скажет про свой великий план, как он скажет Путину, что все оружие мира отдаст Украине, а украинцам скажут, что он ничего больше Украине не даст. И поэтому обе стороны поверят в это, они не смотрели на новости. И такие, как бы, побегут мириться. Я так смеялся, когда услышал это. Ну, просто это, мне кажется, степень популизма теперь в Трампах надо измерять, знаете. Типа, вот у тебя степень популизма целый один Трамп, значит, ты прям вот суперпопулист. Значит, а там, ну, все остальные политики мира, это примерно там 10% от Трампа, да. Вот, но поэтому это, конечно, забавно, он это все скажет. Это вообще не значит, что он все это сделает. Потому что все помните, да, что он говорил про 60 миллиардов. И потом, как они вдруг появились, как по щелчку, когда действительно уже понятно было, что надо, давай. Вот, соответственно, потому что Трамп тоже в системе. Потому что он среди 300 семей, которые всем правят, и остальные 299, его бы не поняли, если бы он начал бы гадить демократическому миру вот так прям. Вот, поэтому как бы он сказал, нет, нет, я ничего, я все, я все отдаю, Джонсон, ты там давай-ка это. Вот, ну, соответственно, Байден про Украину скажет чуть больше, естественно, более теплые слова. Он скажет как раз вот эти правильные вещи, которые нужны его демократическому электорату. А его демократический электорат – это тот электорат, который верит в правительство демократии, в то, что Америка – это watching dog of democracy. И, соответственно, они будут хотеть, чтобы Байден был этим watching dogом. Значит, скорее, и вот интересно, что мне сегодня американские друзья кидали такие мемчики уже, связанные с тем, что Байден собирается Трампа подкалывать. То есть у них такая, как бы сейчас будет такая пикировочка там, вот. И обычно же Трамп такой, он издевается над всеми, да, и он такой хулиган, да. Вот, а судя по всему, Байден собирается в ходе этих дебатов эту тактику перенять. И вот некоторые мемы в исполнении Байдена уже начинают ходить. Там, например, про сексизм Трампа – это больная тема для Трампа. Тема очень удобная для того, чтобы его калашматить. И, соответственно, вот как бы там по этой теме что-то такое будет. Вот поэтому, да, события достаточно неординарные, события интересные. От этого событий для американского электората, на самом деле, очень много, значит. Потому что, ну, вот там демократическая все-таки система, когда все-таки люди выбирают между одним и между другим. Понятно, что со всеми всеми оговорками, которые мы сделали в начале программы, но, тем не менее, мы посмотрим, что все кончится. Очень круто, кстати, сказано по поводу того, что измерять популизм в Трампа. Я возьму себя на вооружение, я точно украду это. Поэтому за благоговоренно предупреждаю. Ростислав, два слова еще про вот этот великий план Трампа. Я общался буквально минут 20 назад с одним украинским политологом, и мы тоже предметно обсуждали этот план. И он говорит, слушайте, а вот если Украина откажется, и Россия тоже откажется. Да, да, да. Тогда что, шо? Ну, а ведь на самом деле ровно так и случится. Ну, потому что они же в новостях прочитали уже, и Зеленский, и Путин о том, что убрал Трампа именно такой план. И, естественно, они говорят ему, как сказала Манька, облигация, не бери на понт мусор. Ну, ты что говоришь-то? Я знаю, что ты мне ни в чем не откажешь, но это твой такой план. Ну, и, соответственно, конечно, обе стороны откажутся. И поэтому план-то вообще будет другой у него совершенно. План будет скорее, скорее, скорее что-то дать обеим сторонам. Потому что так это работает. А когда вот таким вот шантажом, ну, это только для популистского электората, такого для подверженного популизму электората вот этого Дамфакистана. Это только на них может сработаться. Ну, потому что все остальные, кто в состоянии там сложить дважды два, в общем-то, помножить, конечно, в это все не поверят. Китай не является нейтральным, а фактически встал на сторону России в этой войне. Об этом заявил посол США в КНР Николас Бернс, сообщает Sky News. И вот по его словам, Пекин поставляет Москве технологии и сохраняет прочные торговые связи. Китай встал на сторону Российской Федерации? Теперь точно бесповоротно и окончательно? Нет-нет, это давление. Это международный мизген называется давление, потому что это вот то, что максимально проявилось вот в том интервью Нуланд, который мы как-то с вами уже упоминали. Виктория Нуланд, хорошо вам известный по печеньям. Значит, соответственно, она там прямо вот по полочкам разложила, что дорогой Си, ты от нас сильно зависишь, и ты должен выбрать сторону. И, в общем-то, либо ты с нами, с развитым миром, и ты с нами торгуешь, и у тебя все хорошо, либо ты с Путиным, и у тебя все плохо. Соответственно, это то, что сейчас сказал Бернс, это не говорит о том, что Китай как-то определился. Это говорит о том, что Америке не нравится тот уровень коопераций, который сегодня есть между Америкой и Китаем по этой теме. И, соответственно, сейчас, естественно, Си и все остальные прочитают эти новости, почешут в затылке и подумают, ну, хорошо, что там американцы еще от нас хотят. Ну, давайте им еще вот это дадим. Ну, давайте скажем, что мы Путину не дадим вот такие-то чипы. Давайте мы скажем, что мы Путину не отправим вот такие-то, я не знаю, рессоры, гвозди, что там еще Путину нужно для продолжения войны. Ну, хорошо, заблокируем еще счета вот таких-то банков. Кстати, если вы обратили внимание, то это-то происходит, да? То есть вот такой грандиозный визит. Путин, Си, значит, в десна бьются, значит, заключают великие договора про топинамбуры, про хрящи и про обмен заметками в госсми. Значит, такие вроде прорывы. На следующий день бамцы и китайские банки блокируют счета российским компаниям. И вот это-то реально удар посерьезнее, чем вот эти вот псевдо-санкции, когда не через биржу теперь россияне валюту покупают, а просто банки у банков, да? Типа, о, боже мой, какой удар по Путину. Значит, или когда запретили концерт Плейсиба в Казахстане, вдруг россияне посмотрят, да? Это сразу прям подкосило режим. Кремль просто стонал в этот день. Весь Кремль, видимо, собирался в Алма-Ату на концерт Плейсиба, но не поехал теперь из-за этого, да. Ну, соответственно, да, то есть, потому что Китай-то все равно, понимаете, при всем, при том, что вот там говорят в этом Китае, да, то есть вот эта идеология, у нас Компартия тут всем правит, и вообще у нас стратегический партнер России. Господи, боже мой, посмотрите на реальность-то. На реальность, посмотрите. Дочка Си отучилась и живет в Америке, не в Москве. Китай, оборот товаров между Китаем и Россией, это, ну, на порядок что-то меньшее, чем то, что у них с Америкой и то, что у них с Западом, вообще вот таким коллективным, как Путин говорит. Поэтому здесь, в общем-то, еще раз, двух мнений быть не может. Китай обязательно в первую очередь сохранит торговые отношения с Америкой и Европой. Это без вариантов. Во вторую очередь он постарается сохранить вот эту Россию путинскую как можно дольше, и Китаю выгодно, что Россия находится вот в этом положении полупозиций, когда со всем миром он переругался, и только от Китая зависит, только Китай может продавать свою нефть, а газ вообще, по сути, отдает даже уже, а не продает, потому что скважины, так сказать, горят, и их надо куда-то там стравливать оттуда газ. Если ты закроешь эту скважину, то все, это пиши пропало, ее нет больше. Соответственно, вот в этом положении Китай постарается сохраняться долго, а сохраняться в этом положении можно только если ты реагируешь на то, что американцы тебе говорят. И, соответственно, на это заявление о том, что Китай нехороший, он выбрал ту сторону, Китай, естественно, сейчас переполошится и побежит доказывать, что не-не-не, я не на той стороне, пожалуйста, не обрубайте мне торговые контракты наши, потому что, ну, я все понимаю. И сейчас посмотрим, вот прям вот, давайте мы можем поспорить на что-то такое важное и знаковое. Неделька-две, и мы с вами увидим очередную меру, какую-то китайскую против Путина. Ну, может быть, они, конечно, сделают что-то незаметное, потому что иногда так действуют, чтобы не было слишком очевидно это население, да, что прогибаются под как бы идеологического противника. Но, скорее всего, это будет что-то, что мы заметим, потому что российские, путинские вот эти вот подпевалы, так, чуть не сказал грубое слово, они тоже начнут вопить что-то на эту тему. Ну, интересно, да, действительно, посмотрим. Но, вот, знаете, что удручает, особенно вот в последнее время, я тоже обсуждаю эту тему с нашими спикерами, и вот я спрашиваю у них в контексте санкций, что они думают, и каждый раз появляется какой-то повод, как будто вот само собой, знаете. И вот NBC News сообщает сегодня о том, что западные санкции не смогли подорвать российское производство оружия, Москва даже смогла нарастить производство артиллерийских снарядов, крылатых ракет, баллистики, беспилотников, ну и так далее. То есть, понятно, да, санкции не повлияли на это. Но мне казалось, что это главная, как бы, цель санкций, то есть, главный смысл в том, что ты вводишь инстриции для того, чтобы ограничить в потенциале производства или там, я не знаю. Я к своему сцеду, Юрий, конкретно эту статью не читал, а вы могли бы мне сказать, пожалуйста, написано ли там, а почему санкции не повлияли? Вот там вот должно было быть жирным шрифтом, прям под заголовком, огромными буквами, виноваты в этом кто? Написано? Вы знаете... Мы должно быть написано. Должно быть написано, мы виноваты. Скорее всего, конечно же, да. Но скажу честно, у меня часть этой статьи, то есть я выбрал самое главное, не обратил на это внимание. Посмотрите, тогда я предположу все-таки, да. Пожалуйста. Я прошу прощения, перебил, получается. Просто звук чуть позже доходит, поэтому иногда я не понял, что вы еще продолжаете мысль. Смотрите, просто дело-то в чем? Дело в том, что санкции не сработали только по одной простой причине. У Путина есть деньги все заместить, что ему как бы обрубили. А деньги у него есть прям вот дважды два. От того, что у него продолжает Америка и Европа покупать нефть и газ. И все мы про это с вами знаем. Это давно уже секрет Палишинеля. Танкерная торговля через прокладки в виде двух азербайджанских племянников Алиева и в виде гапонского великого торгового флота и в виде индийских НПЗ, которые перерабатывают азербайджанскую нефть, зная прекрасно, что она российская. А американцы, которые покупают этот индийский бензин, они прекрасно знают, что это индийский бензин, который сделан из российской нефти. И поэтому Америка продолжает накачивать Путина огромным бесчетным количеством нефтедолларов. И потом такая в статье задается вопросом, блин, а что же санкции-то не сработали, да? Мы уж вроде и концерт PlaySibo запретили. И теперь доллары американские россияне покупают не на бирже, а в банке. Тяжелейший удар по Путину. Но почему же вот прям вот, я не знаю, иногда, честно говоря, хочется всех политиков мира погрузить на такой танкер нефтяной и куда-нибудь его отправить, на самый отдаленный остров. Вот хай там живут вместе друг с другом и пусть друг друга поедают. Вот это вот как бы хочется сделать иногда. Потому что, ну, посмотрите, это же абсолютный цинизм. И тем более, если в этой статье, вот прям очень хочется дочитать ее до конца, если не написан вот этот вывод, то значит, эта статья продиктована кем-то, кто эти санкции вводит, понимаете? Вот это вот неприятно, конечно. Но в мире такие вещи бывают, да, когда люди манипулируют общественным сознанием, когда люди пытаются втюхать какую-то туфту вместо того, чтобы, значит, заниматься делом и заниматься той работой, которая по Путина бы ударила. Я про туфту имею в виду, когда говорю про вот эти санкции, про запрет группы PlaySibo в Алгонатии, понимаете? Есть, вы знаете, два лагеря. Вот в одном мы слышим голоса, которые, значит, орут вовсю, что глобальный Запад может, ну, там, за день, два, три, четыре, в общем, в очень короткие, сжатые сроки, значит, прекратить агрессию Российской Федерации. Как это можно сделать? Вести действительно настоящее, реальное, серьезное, просто там адские, как Байден говорил, санкции, и Европа, и Соединенные Штаты, плюс дать все технологии и современное оружие Украине, и все очень быстро прекратится. С другой стороны, в рамках другого лагеря говорят о том, что это невозможно, потому что в современном мире, в глобальном мире можно находить лазейки, все равно каким-то образом продавать, посмотреть на другие страны, а не годы, там, десятилетия под санкции, и у них все получается, все уходит. Плюс у России есть тот ресурс, который реально необходим для Запада. В производстве там автомобилей, там, что там еще, я не знаю, атомка та же, да, для Франции, например, критически важная, да и ряда других стран. Поэтому они не могут на это пойти, не могут запретить. Вот правда где-то на посередине, или все же действительно, из крайности в крайность, что говорят? Ну, вы знаете, это все же до поры до времени, да, то есть когда сидят, они рассуждают о том, что без российского бензина вообще никак, но с одной стороны, да, наверное, первое время будут проблемы, да, но, слушайте, ну, Германия тоже была достаточно большой и важной страной в 30-е годы, но там же в какой-то момент все поняли, что нет, все, надо заканчивать в эти игры, играть и просто заканчивать. По поводу того, я отношусь безусловно к тому лагерю, который считает, что Запад мог бы и должен был, на самом деле, все это закончить очень быстро, поскольку действительно, прекратите покупать у них нефть, даже газ можете продолжать покупать, бог с вами, нефти достаточно будет, прекратите покупать нефть и закройте небо над Украиной, так же, как вы блистательно закрыли его над Израилем. И все, Путинская война закончится, и они побегут, сверкая пятками обратно, потому что их начнут бомбить. И, соответственно, как бы, ну, тут все и восстановится к 91-му году и отнюдь не за те сроки, которые сейчас все прогнозируют. Соответственно, да, по поводу того, что невозможно заменить что-то чем-то, ну, это как поискать, знаете, просто, понимаете, бизнес ведь он действует как, к сожалению, действуют же все вот эти правила, да, которые там, соответственно, изложены много лет назад, уже классиками, да, что за вот эту свою большую прибыль они готовы, в общем-то, на самые зловещие преступления. И они готовы одной рукой, знаете, давать Украине помощь и вздыхать и цокать языком, ай-ай-ай, как же плохо, что в Украине погибает столько людей, а другой рукой продолжают покупать у Путина энергоресурсы, просто потому, что так выгоднее, понимаете, Юрий? Эти ресурсы есть и в других странах тоже. Ну, вот, допустим, представьте себе на секунду, ну, перестали американцы брать танкерную нефть у Путина, ну, просто взяли и перестали. Что сейчас американские машины перестанут ездить после этого? Нет, они не перестанут ездить, просто начнутся другие какие-то логистические цепочки. Да, что-то подорожает, да, будут какие-то очереди, да, американское население частично будет очень недовольно, но у Америки есть прекрасная идеологическая машина, они могут все это объяснить, за две минуты объяснить, что это борьба за свободный мир, в котором Америку не уничтожат ядерными бомбами. Смотрите, Путин уже грозит нам. Это можно было бы сделать все. Просто они не хотят, а, этих рисков, б, они не хотят этих денежных потерь. Потому что, конечно, это всегда стресс для бизнеса. Американский бизнес по-прежнему самый большой в мире, самый прибыльный в мире. Ничего тут не сделаешь, это так. Ну, и поэтому, собственно, американские хозяева корпораций, которые представлены пополам в бизнесе и в американской политике, естественно, как в любой другой индустриальной системе, в которой, к сожалению, пока еще мир живет и пока не перестроился на цифровую эру. И, соответственно, как бы они все говорят, что, ну, ладно, давайте отправим Украине еще 60 миллиардов и купим у Путина еще нефти на 500 миллиардов. Ну, вот, собственно, вот ровно то, что они делают. События в Дагестане еще хотел обсудить. Это первая ласточка или, ну, знаете, вот такое локальное событие, которому не дадут превратиться в тенденцию? Уверен на 100% ровно. Знаю хорошо Дагестан. Много раз там бывал. Есть друзья и среди тех, кто там остается, и среди тех, кто уехал. Это никакая не стихийная акция каких-то там экстремистов, фанатиков. Это вовсе не так. Дагестан был и есть, остается вдоль и поперек изъезжен ФСБшниками. Они там в каждой деревне. Они там наводнили уже давно все. И без участия части ФСБшных элит организовать вот такое в Дагестане невозможно. Как минимум при попустительстве их полном и при информированности, а как максимум возможно и при организационном участии. Все это произошло. Объясню почему. Потому что часть путинских силовых элит Путиным недовольна. И не потому, что они такие хорошие люди и они против того, что люди погибают в Украине. Нет, вовсе нет. А это потому, что Путин же начал среди них вот это разбирательство, а кто там делает плохие вещи, а кто там бьет друг друга слишком сильно и Путину тоже от этого больно. Путин поувольнял несколько знаковых и важных людей. Вспомните Платоныча, который стал сегодня у нас главным покорабликом, то есть никем. И просто по инерции продолжает писать статьи на политические темы. Видимо, секретарша никак не решится к ему зайти и сказать, что вас так как бы это уволили, что вы пишете про политику сейчас. Значит, соответственно, да-да-да, вот как-то так я это себе представляю. Понимаете, и вот эта часть силовых элит, которая Путином недовольна, она как бы контролирует вот этих всех экстремистов. Она на 100% их контролирует. Она контролировала и тех, кто были в Крокус-Сити. Просто в Крокус-Сити они решили, что это вообще полный шоколад. И Путин испугается того, что экстремисты подняли голову. И мы закрутим гайки еще сильнее и скажем, что это Украина и мобилизация веселее пойдет. Безусловно, это было так. Теперь в Дагестане это удар уже прямо по Путину. Это Путину говорят, что если бы нас не было, то ты давно бы сгорел вот в этом все. Потому что Путин-то знает на самом деле мощь всего этого. Почему сейчас Путин в растерянности? Почему он сейчас ничего не говорит про терроризм, про свой любимый терроризм, который его сделал президентом на 25 лет, на секундочку? Да потому что он знает мощь этого оружия, потому что он знает, кто это делает примерно и зачем. Потому что он понимает, что сейчас это ему открыли второй фронт. Ему сказали, вот тебе, пожалуйста, ты нас решил прищучить, а мы сейчас вот прищучили тебя. И если ты сейчас не побежишь к нам на поклон, если ты сейчас не примешь Николая Платоныча, не скажешь ему, что старик, бес попутал, давай, пиши еще одну статью, что мне делать, кого мне приструнить еще, скажи, куда еще Шойгу загнать, кого еще уволить, родной, я все, я же за вас, я же понимаю, что на вас все держится. И сейчас это Путин и сделает, потому что Путин это, чуть не сказал опять грубое слово, это трус. Трус. Это человек, которого, когда прижимают в угол, он прижимается в угол, и он никого не кусает, он сдается, поднимает лапки прекрасно, и, в общем-то, ну как вот он сдался Чечне, например, да, и разрешил там устроить совершенно как бы такой вот как бы султанат, самый безобразный, наверное, сегодня в мире. То есть, нет второго такого режима в мире сегодня, как тот, который существует как бы на территории России, в реальности проигравший Кадырову и в реальности платящий ему дань все это время. Соответственно, вот Путин как бы признает поражение и в этот раз, и пойдет на поклон к своим чекистам, и сейчас они получат вообще как бы полновластную, как бы, да, такую свою, такую ситуацию про свою. Значит, может быть, может быть, что-то пойдет не так, и все-таки этот разлом они будут дальше расковыривать, а может быть, еще знаете, какая штука, они вот ему дали этому разлому вспыхнуть между черными и белыми в России, да, вот я в России черный, если вы не знали. Значит, мои друзья темнокожие очень смеются по этому поводу всегда. Какой ты черный, ты себя в зеркале видел? Значит, соответственно, так вот, если этот разлом пойдет, если, значит, они этого джина из бутылки выпустили, его же не так просто обратно загнать, потому что там есть другие интересанты, там есть действительно представители прекрасных разных стран, которые обычно ходят в шалмах и с такой бородой побольше, чем моя, значит, и чем ваша. Значит, и, соответственно, они могут это дальше начать раздувать уже без помощи своих друзей силового путинского крыла. И, соответственно, тогда это будет вообще весело, в кавычках. То есть в России смута может начаться вот прямо вот с этого момента. И тогда, соответственно, все закончится очень кроваво, очень больно для россиян. Ну, собственно, о чем они думали, когда соглашались с войной, когда соглашались туда отправлять людей? Ну, а те, кто думали про это, вот тех жалко, тех, кто были против. Скажите нам, пожалуйста, еще два слова про ордеры на арест для Шейгу и Герасимова и футбол. Еще хотелось бы обсудить. Ордеры – это хорошая, знаковая вещь, на самом деле, потому что, когда был выписан ордер на Путина и Белову по поводу детей, перемещения, я имел разговор с одним таким вхожим в американскую политику человеком достаточно высоко, он сказал, что это Путину дают, грубо говоря, возможность выскочить, то есть не предъявили ему сразу военные преступления, да, и участие в массовых убийствах, а предъявили ему вот это, то, что он может, по идее, отмотать назад, сказать, ой, весь попутал, детей спасали, вот вернули всех обратно в Украину, снимите ордер, давайте договариваться. То есть это сделано было именно на этот случай, потому что, конечно, МУС – это организация достаточно политизированная, и, конечно, они с оглядкой на политику действуют всегда. А то, что сейчас влупили именно по Шойгу и Герасимову, которые не отвечали за перемещение детей, которые отвечали именно за массовые убийства, за все эти военные преступления, вот это очень хорошо, это означает, что МУС и те западные силы, которые стоят за ним, они, значит, все уже поняли, что это необратимость Путина и его компашку точно надо судить за военные преступления. Уже вариантов нет, варианта примириться с Путиным нет, вот ни много, ни мало. А про футбол, знаете, мне очень хочется сказать слава поддержке украинским футболистам, я сам бывший президент футбольного клуба, который в Еврокубках играл и создатель футбольного клуба такого, ФК УФА, если кто не знал. Вы знаете, ребята-то выступили неплохо на самом деле. Их немного передавила общественность, вот, конечно, когда все перед первым матчем говорили им, как бы, это вот война, мы находимся на линии фронта, дайте людям радость победы, понимаете, это слишком большое давление, они все молодые ребята там, они там все мне годятся в дети, все. И поэтому, конечно, им, кроме Ермоленко, наверное, значит, это самое, да, я тут посчитал быстренько в уме, значит, но и при этом, посмотрите еще, а еще Украина стала жертвой, например, абсолютно идиотского эксперимента УФА в этом году. Понимаете, футболист, это такой человек, который, вот что ты там ему не говори, будучи тренером, функционером, да, он все равно сидит и считает очки, зараза. Вот он все равно понимает, да, если мы наберем 4, то это вот прям гарантия почти, что мы выходим в 1-8, а это их заветная цель, тем более, когда они в группе, где все более или менее равны. И, естественно, все команды в этой группе хотели, что? Хотели набрать 4 очка. И они сделали, что? Они все набрали 4 очка. И Украина стала жертвой этого идиотского эксперимента УФА. Потому что, ну, зачем вы лишаете людей желания бороться? Зачем вы почти всех забираете в следующий этап? Ну, сделайте вы на 2 группы больше. Ну, пригласите вы на чемпионат на 4 команды больше, или сколько там нужно, плюс 8. Но это не так уж важно. Количество матчей увеличится, количество продаж увеличится. Да все у вас будет хорошо. Ну, понимаете, острота появится снова. Потому что, ну, конечно, при системе, когда 2 команды из группы выходят, тоже подобные ситуации выходят. Но тут еще раз, тут прямо изначально вы футболистам говорите, 4 очков достаточно, братишка, давай не это самое, не рискуй, давай без риска. Они же понимают, что на карте поставлен. И поэтому, конечно, вот случилось то, что случилось. А ведь уже дрожь-то из коленок ушла у ребят. А та, которая была с Румынии, вот этот психологический комплекс они преодолели. Я очень за них радовался, сидя в Варшаве, избежав там с официального мероприятия, объяснив, что у меня там срочные дела, на самом деле смотрел футбол. Поэтому, значит, вот такая штука. Но понимаете, что хорошо? Команда достаточно молодая. Она еще себя покажет через пару лет. Бог даст, уже не будет войны. Бог даст, уже не будет такого давления на них. Бог даст, матчи уже в Украине будут проходить. И они будут больше чувствовать свою связь с болельщиком. Это тоже для футболиста, кстати, важно. Поэтому я во время ковида помню, как они все играли хуже, чем обычно, потому что болельщиков не видели своих и не чувствовали. Ростислав, у меня финальная ремарка. Вот вы, как захотите, прокомментируйте, может. Блин, я помню крутое, классное время, когда Украина принимала Евро-2012, когда Россия принимала чемпионат мира. Олимпиады, другие соревнования, это классные события, они всегда всех объединяют. Вот почему, кому, почему, зачем, как взбрело в голову развязать войну, почему нельзя проводить такие чемпионаты, почему нельзя вместе соревноваться на каких-то аренах, на футбольных полях и так далее. Нужно только воевать. Вот вместо того, чтобы сидеть, извините, сидеть, пить пиво, кушать вкусный хот-дог и наблюдать за игрой любимой команды, болеть, испытывать классные, крутейшие эмоции, на фронт убивать или защищать, как в нашем случае и так далее. Вот правда, не понимаю, как в этом, в современное время, как мы к этому пришли, для меня это загадка века. За четверть века серая мышь, случайно попавшая во власть, превратилась в монстра, потому что за долгое время у власти в монстров превращаются часто даже нормальные люди, а этот нормальным не был, этот был продуктом КГБшной системы. Многие это видели, многие купились на его какие-то разговоры про то, что мы сейчас со всем мировым сообществом, с НАТО, с Евросоюзом, соответственно, и я был среди них, и за это мне там свою там часть времени гореть в аду. Значит, соответственно, вот это вот, собственно, если коротко, вот в этом вся причина, потому что, если Украина, например, пойдет вот по тому демократическому пути по европейскому, который она для себя однозначно выбрала, если у вас будут регулярно меняться президенты, если у вас будут разные ветви власти, когда не все будет зависеть от одного человека, тогда у вас никто и никогда не офигеет настолько, чтобы вот так вот людей бросать в топку, своих, чужих, без разбора. А вот причина ровно в этом. Безумно благодарен нам за этот эфир. Всегда очень интересно, очень профессионально. Рад был нашей виртуальной встрече и до скорой встречи. Спасибо. Шейродякую, до побачья. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин